Берлин заново открывает для себя Ленина. Центральное место в экспозиции музея крепости Шпандау займет голова вождя. Фрагмент памятника, который снесли после объединения ГДРФ и РГ, пролежал в лесу более четверти века. При этом идея с возвращением Ильича вовсе не дань моде новейшей советской эпохи. Олег Шишкин с подробностями. Три с половиной тонны гранита мощный кран бережно извлекает из земли. Теперь это не брошенный на свалку истории призрак из прошлого, а музейный экспонат, претендующий на почетное место в цитадели Шпандау. Люди по-разному относятся к Ленину, поэтому обсуждение было непростым. Но в конце концов мы решили, что жители немецкой столицы должны видеть статую, которая много лет была частью городского пейзажа. В наше время не должно быть никаких запретов. Гигантская голова от памятника Ленину пролежала в земле на окраине Берлина почти четверть века. В 1991-м исполинское извояние, подарок Советского Союза, разобрали на 129 частей и закопали в разных местах. Прощание с вождем воспроизвели в знаменитом фильме Вольганга Беккера «Гудбай, Ленин». Тогда казалось это навсегда, впрочем, стереть историческую память полностью не удалось. Энтузиасты разыскали голову Ленина в лесу и водили к ней журналистов и просто любопытных. Конечно, проезд в грузовике триумфальным возвращением не назовешь, но мысли о работе над ошибками это, безусловно, навевает. Музейные работники не против поставить статую и в полный рост, но желание не совпадает с возможностями. Высота памятника составляла примерно 19 метров, и у нас нет выставочных павильонов такого размера. Поэтому мы решили показать прежде всего голову, как основную часть статуи. История с возвращением памятника тянулась больше года. Работы не могли начать из-за закона об охране природы. В лесу прямо над головой вождя мирового пролетариата облюбовали место редкие ящерицы, занесенные в Красную книгу. Пришлось организовать операцию по их переселению. Да и мнения в обществе, стоит ли раскапывать прошлое, разделились. Это отличная идея. Памятник зря сломали. Это позорная страница нашего общества. На самом деле мы всегда были равнодушны к Ленину, и это плохая мысль достать его сейчас. Самые дотошные раскопались, что памятник Ленину оказывается сделан из украинского гранита. Так что у немецких журналистов появилась возможность поупражняться с историческими параллелями. Получается, на Украине статую Ленина сносят, а в Берлине, напротив, извлекают из небытия. Между тем, голова Ленина на выставке далеко не единственный экспонат, который достанут из-под земли. Вот эти скульптуры эпохи немецкого милитаризма были зарыты после Второй мировой, а сейчас реабилитированы и готовятся занять место в экспозиции. В Германии как будто хотят сказать, что война с памятниками окончена, и глупо выяснять, кто не победил или проиграл.